В Ленске прошел республиканский турнир по баскетболу памяти Александра Сорокина. Соревнования всегда собирают большое количество любителей этого вида спорта, но не в этот раз. По разным причинам на турнир не смогли добраться гости из ближайших районов. В итоге за кубок боролись только баскетболисты Мирного и Ленска. Об истории турнира и его результатах в этом году расскажет Дмитрий Вильчевский. История памятного турнира берет начало с 2004 года. Именно тогда в спортивном зале «Карат» друзьями Александра Сорокина были организованы первые соревнования в честь ушедшего соратника. Кем был Александр? Он был простым ленским парнем, таким как все. То есть мы играли в клубе любителей баскетбола. Ранее Александр занимался легкой атлетикой в Дю США, а потом начал играть в баскетбол. И когда он умер, к сожалению, появилась идея о том, чтобы в Ленске провести турнир республиканского значения. Среди почетных гостей в зале находилась супруга Александра Ирина с дочерью Марией и внучкой Алисой. Они никогда не пропускают турниры, приходят, чтобы встретиться со спортсменами и друзьями Александра. В этом году участие приняли четыре команды из шести заявившихся. Сборные городов «Удачный» и «Вилюйск» не смогли добраться до Ленска из-за погодных условий. Однако, несмотря на плохую дорогу и ограничения в бюджете, на своих собственных машинах приехала мирнинская команда. Всегда рады приехать. Отдельно спасибо организаторам турнира за приглашение. На турнире не было ограничений по возрасту. Играли как взрослые спортсмены, так и подающая надежду молодежь. Несмотря на разницу в возрасте, молодые баскетболисты почти не отставали от взрослых. Игра далась очень сложно, потому что выступать с мужскими командами наравне очень тяжело. Но мы все равно с ребятами гордимся за то, что принимаем участие в таком важном турнире. Лидерами турнира стала мирнинская команда. На втором месте сборное предприятие «Транснефть-Восток». Замкнул тройку лидеров – клуб любителей баскетбола. Юношеская команда, несмотря на четвертое место, получила хорошие отзывы. В следующем году организаторы постараются, чтобы команд было намного больше.